Впервые на заработки в город Чистополь криминальный дуэт отправился сразу после Нового года, в январе. Тогда хозяин квартиры, которую обокрали домушники, оценил учеб в 160 тысяч рублей. Задержать никого не удалось. Окрыленные удачной поездкой, мужчины вернулись в Чистополь уже через месяц. Далеко ходить не стали. Им приглянулась квартира в доме напротив. Во всех случаях преступники проникали в квартиры, подбирая ключи к замкам входных дверей. Причем как двери, так и запирающие устройства на них нельзя отнести к разряду дешевых. Проникнув в квартиру, злоумышленники забирали только деньги и ювелирные украшения. Пик работоспособности домушников пришелся на начало лета этого года. Тогда мужчины за одну поездку в Чистополь навещали уже по две квартиры. В общей сложности заработав около полумиллиона рублей. Останавливаться на достигнутом дуэт вряд ли собирался. Их остановили татарстанские полицейские. Уроженцы Грузии, проживающие в Самарской области, официально нигде не работали. Неофициально зарабатывали на квартирных кражах в городе Чистополь. После очередного преступления спешно возвращались к месту жительства, останавливаясь в одном и том же придорожном кафе на трассе М7, чтобы отметить успешную командировку. Именно в этом кафе их в результате и задержали. При задержании были обнаружены у них большая сумма денег, большое количество золотых украшений. Также ювелирные изделия были обнаружены в ходе обысков по месту жительства. Сейчас с задержанными работают оперативники. Есть данные о возможной причастности мужчин к совершению аналогичных преступлений.